Силент Хилл 3 В итоге лишь для того, чтобы найти мертвого отца. Его убили. На самом деле это очень тяжело, потому что Гарри за время прохождения первой части стал как родной. Что самое страшное, с ним сейчас ничего не сделаешь. Остается оставить так, как есть, накрыт простыней. Я найду эту женщину и заставлю ее заплатить. Я обещаю. Интересно, был бы отец зол на то, что я так думаю? Я вернусь, отец. Я обещаю, что скоро вернусь. Нам остается отправиться в Силент Хилл. И знаете... Ой, скромненько жили, да? Знаете, это настоящий Силент Хилл. Последние две серии и, собственно, сегодня вот то, что происходит, это именно Силент Хилл. Если раньше это было что-то по мотивам, на мой взгляд, то теперь появилась драма, появилась атмосфера. И находиться здесь стало гораздо интереснее и тяжелее. Здесь мы нашли отца, пошли на крышу, отомстили убийце. Но, Гарри, понятное дело, этим не вернешь. Хорошо, осмотримся и в путь. Нам нужно в Силент Хилл, чтобы решить все вопросы раз и навсегда. Нас манит этот город. Манит. Я не помню, когда, но я думаю, что купил эту куклу на распродаже. Она все еще мне нравится, но я ничего с ней сейчас не могу сделать. Да и зачем? Жили очень скромненько. Это мой шкаф. Мне не нужно переодеваться, я оставлю все как есть. Ну, кровушку-то уж хотя бы, я не знаю, переоделаю бы свой жилет. Шокер. Кошмар. Вот эта музыка, она все-таки является неотъемлемой частью серии и всегда дарит нужное настроение. Сейчас вот у меня... Мне просто тяжеловато от того, что Гарри, по сути, сколько мы к нему шли, а он лежит убитый. Ладно, давайте уходить отсюда. Нас ждет машина. Так, а нам туда, по-моему. Когда мы попадем в Силент Хилл, я думаю, мы сейчас туда попадем, все станет очень узнаваемо. Вот мы этот Винсент, да? Ну, я не уверен. Он сказал, когда мы попадем в Силент Хилл, чтобы посмотреть на человека, который называем Ленард. И он мне дал мне эту мапу. Интересно. Что ты хочешь сделать? Мы не можем верить ему, но... у нас нет другой выбор. Ну что ж, направляемся. Классическая сцена, даже я, не играя в эту игру, знаю и видел ее неоднократно. Ну что ж, давайте послушаем. Силент Хилл. It started raining. А ты засыпаешься? I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once. On a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's when he screwed up town. My lot of work. You're a lot of nasty robbers. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. I didn't mean to offend you. Представляете, что сейчас у Хизера на душе творится. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding like the worst hangover ever. Maybe you're car sick. No. I'm just trying to remember. Am I still happy if you're here? My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia. I'm sure that I'm still loving it. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. Huh? You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia's trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you two? No, I can't. After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. For me. For you. Please. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance to tell you to tell you how happy you made me. the car. And as long as you are, I don't know! What a small one is, What a huge one is. What a huge one is. What a big one is. How old is he? And all that's what you are buying in the world. What a big one is. And this is what a heavy one is. Which is so much fun. Но в этой серии будет так. С этим постоянные проблемы. Ты проверишь хоспитал. Смотрите на матке, да? Да. Будешь в порядке alone? Я не ребенок, ты знаешь. Ты уверен, что это не ты, кто боится быть alone? Ты прав. Я боюсь. Я 50-х годов. Я никогда не видел ничего подобного. Я чувствую, как я утром. Я бы сказал, что вновь. Да. Да. Я уже утром и утром. Я вернусь, когда ты закончишь рассмотреть хоспитал. Хорошо? Хорошо. Разошлись, как море корабли. Я не знаю. Ну, он вроде как очень положительный. Но при этом... Не знаю. Я уже не верю никому в этой серии. Так. Я так понимаю, что мы находимся... Да. Мы находимся... Jack's Inn. Напротив. У нас, кстати говоря, был крик апартамент из старой части. И вот прямо напротив того места, где мы сейчас находимся, дом, в котором проходило дополнение, в котором мы играли за Марию, рожденное желанием. Давайте осмотримся. Ух ты. Сохранение. Сохраняться пока не будем. Какой старый телевизор. Это ванная. Мне не нужно использовать ее сейчас. Ой, я чувствую, сейчас я выйду наружу. И прям ностальгия хлынет. Потому что это Silent Hill. Не непонятное место. Добро пожаловать в Silent Hill. Здесь, я думаю, все плохо. Мы сейчас постараемся посетить знаковые места. Допустим, он Rosewater Park. Или Heaven's Night. Не уверен, что нас туда пустят. По крайней мере, посмотрим. Так, администрация закрыта. Понятное дело, нас тут ждут свои монстры. Офис тоже закрыт. Кто-то в комментариях время от времени пишет. Почему ты делаешь вид, что ты не знаешь сюжета Silent Hill 3? Ты же смотрел игры Silent Hill 3. Ты же смотрел фильм Silent Hill 2. Там тот же самый сюжет. Конечно, тот же самый. Ребята, вы больше такого никогда не говорите. Silent Hill 2 фильм настолько поверхностный и коверкающий оригинал, что это просто иначе как танцеванием на костях и не назовешь. При этом фильм сам по себе неплохой. Просто настолько оригинал глубже и умнее, что даже не сравнивать. Ну что, вот тут за стеной как раз тот особняк, в котором Мария познавала себя, прежде чем отправиться в парк. А парк у нас где-то здесь. Знаете, такое ощущение, вот мы только-только закончили Silent Hill 2. Но кажется, что прошло на самом деле 8 где-то лет и... Что 8 лет назад Джеймс бегал тут. Так, и где-то здесь уже кто-то рыщет в тумане. В парк мы не попадаем. Собака, черт. Давайте осмотримся. Ничего. Так, ну что, мы направляемся в Брукхевен. И... Я знаю, что во второй части с Брукхевеном было все плохо. Так, мы от монстров убегаем. Зачем с ними воевать тут? Ига. Ура. Та самая машина по-прежнему стоит на этом месте. То есть город живет своей жизнью, но главные герои никогда не попадают именно в Silent Hill. Они попадают в какой-то призрачный его аналог. Потому что на самом деле здесь живут люди. Так, где я? Я сплудился в тумане. Давайте в Боулин зайдем. Может там Лора сидит? Я не знаю. Это, конечно, было бы круто. Лю-у-у-у-у-ди-и. Ну сколько вас тут... Жидковато. Да-да-да, помню. Это место совсем не изменилось. Так, хорошо. Пойдем по тому пути, по которому в свое время Джеймс бежал за Лорой и Марией вместе с ним. Не думаю, что нам дадут куда-то зайти Потому что нам прямая дорога в госпиталь Но тем не менее, интересно же посмотреть Ох, сколько тут собак Ну, мы справимся Уворачиваться от них довольно легко Ох, три штуки Блин Дверь закрыта Тихо Придется обойти и идти напрямки Хотя, конечно, хотелось бы посетить это место Там дальше по дороге у нас По Нейтану Веню Историческое сообщество Тоже очень интересное, знаковое место Там было очень круто Помните, у Джеймса, когда Мы просто оттуда попали Совершенно непонятное, непотребное место В тюрьму Талука Блин, сколько воспоминаний Казалось бы, повторюсь Это все было Не знаю, неделю назад Окажется, что это было Просто тысячелетие назад Так, хорошо По сути, мы уже практически добежали Давайте попробуем зайти сюда Прям помню, Мария тут ходила Ну ладно Ух ты Интересно Жидковато Говядина Говядина Что-то я совсем не пользуюсь И желания нет никакого Бутылка Здесь Мария не лежит Она это дело любит Туристическая брошюра Я совсем забыла Отлично проведете время Здесь И впечатления останутся Навсегда Редактор Роджер Видмарк Да Патроны Хорошо Давайте вообще Достанем какое-нибудь оружие По большей части Огнестрел Тут я заметил Нужен В битве С боссами Против остального Выруливает Катана Так, хорошо Больше там ничего нет Блин, какое же крутое место Здесь у нас ничего Справа сейчас будет Как раз таки Брукхевен Но мы туда не зайдем И сначала посмотрим Что еще тут есть Потому что я думаю Тут много всего интересного И знаете Все-таки монстры Из Сайлент Хилла 2 Были на мой взгляд Гораздо более жуткими Потому что они были Именно воплощениями Страха Взрослого человека Так Брукхевен Сюда мы пока не пойдем Посмотрим Что еще тут есть Скорее всего Все перегорожено В третьей части Это порождение Страхов Хизер Поэтому Стандартные собаки Огромные монстры Которые Отражают ее Боязнь перед взрослыми людьми Эти лживые улыбки Огромные руки Которыми они готовы Убить в любой момент То есть стандартные Такие комплексы Так По этой стороне Короче говоря Ничего Пойдем познакомимся Что же нам Преподнесут сегодня Ох помню Отсюда выходил Джеймс Потерянный Абсолютно Ух Твою мать Смотри Там еще одна идет Ох ты Она встает Отпадает Жуть какая Как это было Резко Так Но место Я это знаю Поэтому По крайней мере Могу ориентироваться Маленько Так А она там Не одна Похоже А вон еще кто это По моему Еще где то есть Ох Жуть какая Меня аж передергивает Да Хизер похоже Тоже напугалась Давай сестрень Приди в себя Так Неплохо Нас поприветствовало Это место Теперь давайте Мой блин Передергивает Теперь давайте Осматриваться потихоньку Что тут есть Здесь ничего Почасовать стрелки Я думаю Нет Супер Знакомые все места От этого Еще более Круто здесь Находиться На доске Что то написано Но нет ничего Что могло бы Мне помочь Хорошо Это похоже На историю болезни Это о человеке По имени Леонард Леонард Нам как раз Нужно найти Леонарда Может это тот Самый Леонард О котором говорил Винсент Палата С-12 Страдает Зрительными И слуховыми Галлюцинациями Эмоциональной Неустойчивостью Навязчивыми Идеями Возможно Слабо Текущая Шизофрения Продолжать Наблюдение Обычно Спокойный Доброжелательный Сильно Развито Чувство Справедливости Однако При перевозбуждении Становится Неуправляемым А вот Стэнли Колман Палата С-07 Обычно Пассивен Труслив Эгоистичен Иногда Проявляет Одержимую Привязанность К какой-нибудь Женщине Это вызывает Приступы Жестокости Может быть Опасен На столе Ничего Интересного Хорошо Вроде Больше Ничего Так Где-то Там Дверь Подсобку Куда Мы Не попадем И сюда Тоже Ладно Как Скажете Замок Сломан Характерность Черта Третьей части Что Дверь Открывается Одна Из Десяти Только Мне Всегда Интересовало Вот Это Для чего Скорее Сего Для Каких Нибудь Складных Носилок Для Инвалидных Колясок Ниша Такая Чтобы Они Не мешали В Проходе Где же Больные Ходят Все-таки Так Лифт Ух ты Работает Ладно Пока Пока Выходим Что Еще Тут Есть Сюда Мы Не попадаем Найти бы Карту Хотя Я без Карты Знаю Как Тут Что Расположено Не впервые Уже Так По Лестнице И туда Мы Пойдем Я думаю В следующей Серии Наконец Настал Этот день Да День Когда Мы Встретились Я Всегда Думал О Тебе В Этой Мрачной Камере Хотя Я Даже Не Знал Твоего Имени И Не Видел Твоего Лица Но Теперь Я Знаю Знаю Что Ты Та Которую Я Ждал И Разве Ты Тоже Не Ждала Меня Ведь Именно Поэтому Ты Пришла Сюда Спасти Меня О Хизер Как Я Люблю тебя Чего Хизер И Хочу Это Тот Который Испытывает Привязанность К Разным Женщинам Отвратительно Я Не Прикоснулась К Этому Десятифутовой Палкой Ладно Жутковато Замок Сломан Какие Шутки Но Они Отличаются От того Что Было В Первой Части Может Это Папа Гарри Рассказал Хизер Про Этих Медсёстр Поэтому Она По-своему Их Предстояла Потому Что Там У них На Горбу Были Какие Непонятные Отростки Это Делало Их Более Жуткими Но С другой Стороны Эти Жуткие По-своему Это Вот Давайте Вспомним Что Было В фильме Эти Медсёстры С огромными Грудями С крепкими Задницами Такие Но При этом Абсолютно Не страшные Здесь Худые Черноволосые Дерганые Бабы Которые Просто Вызывают До мурашек Животных Какой-то Ужас Карта Все-таки Японцы Они умеют Пугать Намного Лучше Американцев Я взяла Карту Больницы Хорошо Обезболивающее Здесь Полно Всяких Лекарств Но Ни Одно Из Них Мне Не Нужно Наверное Мне Следует Оставить Все Как Есть Хорошо Хизер На полке На полу Нет Ничего Интересного Сохранения Так Там что-то Есть Я помню Как меня пугала Мария Когда она тут стояла Молча такая Заходишь Думаешь Там кто-то Стоит А там на самом деле Кто-то стоит Но это Мария Ты дергаешься Так Ну что Мы прибыли В Силент Хил Мы прибыли В Брукхевен Госпиталь И потому Что я помню Об этом Госпитале Из предыдущей части Это место Просто жутчайшее Теперь здесь Новые враги Медсестры И поэтому Еще более жутко Ну и кроме того Просто приятно Вернуться в Силент Хил И хочу сказать Что вот с этой серией Я игру просто обожаю Потому что Это именно то Чего я ждал От третьей части Больше Силент Хила Меньше непонятных Мистических Историй Больше Именно чего-то В духе оригинала А здесь идет Именно то Что я люблю Надеюсь Вам тоже понравилось С вами был Артур Увидимся в следующей части Всего хорошего Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok